Роман Бачурский. Должны ли реформы проводиться не ради бесконечной борьбы с коррупцией, а ради обогащения нации или простого народа? Что скрывается под словом «реформа»? Большой вопрос. Реформы бывают разные в разных областях. Ну, давайте поговорим, скажем, об экономических реформах, которые нужны России. Нужно, безусловно, передать гражданам право создавать предприятия, руководить предприятиями, облегчить каким-то образом эту деятельность. Государство в таких случаях делает две очень полезные вещи. Перестает вмешиваться в эту деятельность и снижать налоги. Вот реформы в Грузии экономические. Три налога, легко высчитываемые, не нужны были профессиональные бухгалтеры. Ну, то есть они не вредили ничему, конечно, но предприниматель вполне мог справиться с налоговыми отчетами. Сейчас это невозможно в России. И снижение налогов, повышение пенсионного возраста. Я был наивным очень, считал, что Кремль, власть, начнет что-то делать. Компенсаторы нужны. Нужно включать компенсаторы для того, чтобы в этих условиях люди выживали. Дать возможность пенсионерам, у которых, которые будут создавать предприятия, рабочие места, там, скажем, маленькие кафе, рестораны, просто снять с них налоги. Пусть делают, что хотят, запретить санитарные инспекции вмешиваться, какие-то внешние, изменить обстоятельства, ну, отравят они людей, ну, закрывать эти предприятия, судить их, но ликвидировать вот этот административный контроль инспекций. Вот. Ну, много можно было решить, так сказать, для того, чтобы люди предпенсионного возраста не оказались там на улице без какого-то содержания. Как-то решался этот вопрос. Ну, вот ответ власти, ответ государства был такой, что самозанятых 4% налог ввели. Это же налог специально введен такой, символически. Могли и 1,5% ввести от дохода. Вот. Но, кстати говоря, мне уже говорили, что применяется в регионах, во всяком случае, это как 4% от оборота. Чуть-чуть другое. Вот. А государство заинтересовано было, так сказать, пересчитать их, зафиксировать, для того, чтобы потом, ну, вымогать, учитывать, так сказать, этот, то, что называется серой областью в экономике, где, ну, не все прозрачно, не до конца прозрачно. Там и налоги платятся. Не все обычно. Вот. Но платятся. Нет. Нам, пожалуйста, вот полный учет. Идите сюда, на крючочек, садитесь. А завтра к ним придут те же бандиты, чиновники-бандиты, которые будут требовать чего-то. Много раз рассказывал о предпринимателе, который пытался выжить, ну, откупаться, откупаться. В конце концов, вот в условиях, когда экономическая ситуация сильно ухудшилась, и зоны кормления чиновников существенно сократились, к нему начали обращаться группы, так сказать, ну, которые раньше и не приходили, не знали о его существовании. Там, Мамон арестовывал его поставки, там, санитарная инспекция, ну, ну, огромное количество халявщиков, которых сократилась зона кормления, они просто шли на открытое такое бандитское противостояние, шантаж. Человеку пришлось уезжать, уйти, бизнес закрывать, ничего не поделаешь. Вот. И тем самым еще больше ухудшать положение. Вот. Смотреть надо на позитивный пример. Вот то, что делает сегодня Дональд Трамп в экономике Соединенных Штатов. Существенное сокращение регулирования, существенное сокращение власти чиновников, администраторов. То же самое Михаил Саакашвили делал в Грузии, а потом в Одессе пытался делать. Пока не остановили, потому что он наступил на больные мозоли тех, кто с этого имел доход.